Ну хотите по почкам? А сейчас будет и по почкам. Типа в Магнитогорске нет мест, куда можно сходить. Нет, реально пожрать можно везде или попитаться. Думайте сами. Вот часто ли вы придете туда, где только хавка? А вечером? Мысль в принципе очевидная. Почему в Америке, почему в Европе, почему везде ресторации рулят? Ну, во-первых, ценой. Давайте так и определимся. То есть я реально готовлю. Я знаю, как делать и салаты, и все остальное. И это выносит у меня большую часть времени. Большую. То есть давайте в пересчете. И сумму 100% воткнем на хавку. Больше не надо. Ну не надо. Круче и выше, и это не более 10% заведений. И вы еще найдите таких специалистов, чтобы я туда пришел и меня удивили. Всякие бредятины про ресторации на пятнице оставим в покое. Это для вас пятница. Для меня убожество. Качественнее обыкновенной пекинской утки не придумаешь. К слову, наша лента очень хороша. Ну пока еще. То есть, по сути, можно все купить и там. Чуть разогреть и кушать дома. Можно. Вернувшись к цене вопроса. 100% прибыли хватит. И не более того. Вернувшись к шашлыку. Его много-то и не надо. 500% явный перебор. Не рассказывайте мне про мясо. Я его также беру на селе. Это максимум 200 рублей за килограмм. А сало-то вы и не выкидываете. Сало и это часть ваших пельменей. Маслы и все остальное. Из этого вы делаете борщи, щи или гуляш. То есть, вернемся к цене. Для вас, как для оптовика, вы все это покупаете за 150 рублей. И не гоните мне. С какого перепуга вы нам втираете. Я даже это слышать не хочу. Я сам шашлык готовлю. И вы можете это видеть. Вы так не готовите. Это 97% случаев. Хватит, господа. Чуть перченое мясо. И накрутка в 100%. И это всего 100 рублей за шампур. Туда гарнит и все это вместе. 160 рублей. И вашим, и нашим. Всем хватит. Теперь мысля интересная. Как все это сделать красиво? Ну, в городе, где лучший диджей это мертвый диджей, думайте сами. В этом городе 2-3 человека звукари. Ну, я знаю только трех. И я в их числе. Да, музыка должна выдавливать из вас желание потанцевать. Просто и бесплатно. И это для вас. Идеальный вариант. И для места в 50 квадратов киловатт. Чтобы он работал на 50%. Больше и не надо. Чтобы вам кишки так и подмывали. А не потанцевать ли? Да, это стоит дорого. Да, есть в действительности не у каждого. Тут либо платить, а про саунд и привезет оного. Либо платить чуть меньше за диджея. А их в городе, не обмытом славой, всего 3 человека. Все остальное трупы. Трупы. И это ваши диджей и ваши охреневшие от гнойного звучания посетители. Ну, так что ко мне. Походу так. То есть реальное количество мест. И это не более трех. Не более. Хотите круче? Можно сделать. Но разговор ваш начнется от суммы. 150 тысяч рублей за звук и свет. Разово, но надо это сделать. И тогда все будет нормально. К слову, наш диджей требует оплаты в 2000 рублей за день работы. И он будет работать на вас. Он это делать умеет. Не призывайте говна всякого. Говно всякое будет работать только на себя. Спалит вам и технику. Вам это нужно? Мы работаем супер. И у вас все станет круто. И техника будет жить. И денег будет много. И естественно, официанты. Блин, это ихняя роль. Нормальные официанты, работающие правильно. И у них все в порядке. Минимум сотка за столик в качестве чаевых. Но работать то надо. Официанты это лицо вашего бизнеса. Крутое лицо. Вот, собственно говоря, и все. Мы так работали. И естественно, был результат. Людям это нравилось. И они приносили деньги. Вот только с вопросом аренды. Надо договариваться сразу. А то еще в этом случае мысль очевидна. Говняки у нас арендодатели. Конченые говнюки.